Всем привет дорогие друзья! С вами Сергей и очень рад видеть вас на своем канале Plant Helper. В этом видео поговорим как правильно реанимировать замиокулькас, если на нем началось пожелтение листьев. По вашим просьбам также показываю вам светодиодные ленты, которые стоят над растениями. Это самые обычные светодиодные ленты синего свечения, которые обеспечивают растениям фатосинтез при отсутствии вообще естественного освещения, то есть окон у этих замиокулькасов нет. Как видите, листья на этом растении пожелтели, равно как и на других, по причине очень резких колебаний температур. В своем видео ТОП 5 причин, от чего морщатся и желтеют листья замиокулькаса, я подробно вам показывал примеры и причины, от чего такое происходит. Посмотрите обязательно это видео, там все станет на свои места. В данном видео сконцентрируемся на том, как распознать опасные изменения в замиокулькасе от неопасных и какой ваш алгоритм действий должен быть в каждом случае. Итак, первое, лист пожелтел. И второе, вы должны для себя определить, это опасно или нет. Лист отделяется со временем. Я вам показываю пример на своем замиокулькасе с отделившимся листом. И очень важно, обращайте внимание на место отделения. В каком месте лист отделился от клубня. Если этот лист отделился с чистым срезом, то все хорошо. Подгнивания у клубня самого не произошло. Место отторжения листа, оно чистое. Замиокулькас сам отторгнул этот лист. Поэтому никак он не пострадал. Все пластичные вещества, которые могли, они спустились в клубень, а сам лист уже растению не нужен. Это произошло по причине стресса, по причине очень резких колебаний температур. И переохлаждение грунта, и переохлаждение надземной части. Что же в таком случае делать? В таком случае, если вы наблюдаете такие же признаки у своего растения, будьте уверены, что с вашим растением все в полнейшем порядке. Клубень, который внутри под землей, также полностью здоров. Далее алгоритм ваших действий. Следующий. Разберем его по порядку. Если ваше растение без признаков подгнивания, значит, вам необходимо довести почву до полусухого состояния. То есть, чтобы вашему растению уже очень требовался полив. Верхний слой почвы, он должен быть уже очень-очень рыхлый. А растение, собственно, уже должно пить. Если вы верхний слой как бы расшевелите, он уже будет подсохший. Ростки у вас могут быть, как в моем случае, это признак хорошего здоровья растения. Но они замирают на период стресса. А старые листья могут даже и отторгаться. При таком подсушивании замиокулькас застрахован от подгнивания, так как он не потребляет воду. Он ждет, пока ситуация нормализуется. И сколько бы воды вы ему не лили, он в данном случае потреблять ее не будет. Поэтому не старайтесь. Даже так можно очень легко перестараться и навредить. Что же конкретно делать в этом случае? Доведя землю до вот такой вот кондиции, когда она уже такая суховатая, внутри, в нижних слоях почвы, даже в средних, все равно очень-очень влажно. Это уже большая помощь замиокулькасу. И в данном случае мы видим, что он пустил точку роста с клубня, который раньше отторгнул листья, которые из него произрастали. Эта точка роста, это очень хороший сигнал, который говорит нам о том, что замиокулькас готов расти. Он вам говорит, я готов, я готов продолжать. И для того, чтобы замиокулькас продолжил, ему нужно помочь. Что необходимо для помощи? Для помощи я использую слегка теплую воду. Посмотрите обязательно видео, разбудите замиокулькас. Я показываю, какую температуру воды я использую. Далее я применяю удобрение Мистер Цвет Универсал. Это комплексное универсальное удобрение с микроэлементами и хилатной формы, витаминами группы В, никотиновой кислотой и другими стимуляторами роста, которые мягко, органично действуют на растении. Я использую половинную концентрацию от той, которая написана на упаковке. И ввиду лишь того, что мне необходимо не сколько подкармливать, а сколько стимулировать слегка замиокулькас к дальнейшему росту. Листовой аппарат у него работает еще не настолько мощно, чтобы я давал ему стопроцентные объемы, дозы удобрений. Далее в этом стаканчике я подготовил отдельно растворенную янтарную кислоту по инструкции на упаковке. В данном случае у меня была янтарная кислота в порошке, то есть это концентрат, это кристаллы чистой янтарной кислоты. И таких кристаллов я использую 0,2 грамма на 2 литра воды. Здесь объем воды 2 литра. И такой слегка теплой водой с растворенным удобрением Мистер Цвет Универсал. Плюс добавляю дополнительно янтарную кислоту, которая поможет восстановиться быстро рстению. Я поливаю данный грунт лишь по краям горшка. Если же у вас горшки большие с автополивом, можете совершенно чуть-чуть налить в емкость для приема воды. Этот раствор спустится вниз и также будет питать нижние слои, в которых также есть корни. Корни получат этот питательный раствор и будут простимулированы. Далее я вам покажу результат спустя неделю. Итак, дорогие друзья, прошла неделя с момента вот такого стимулирующего полива. Видно, что росток очень прирос. Это уже практически полноценный лист. Конечно же, он очень маленький, так как это единственный первый самый такой первопроходец, который вырос после того, как все листья из того клубня были растением отторгнуты. В земле также присутствуют крупные включения в виде кокосовых чипсов, которые помогают корням работать. Корни на них натыкаются, они становятся более разветвленные. И опять же, не стремитесь к пудроподобной земле. Замякулька сам это совершенно не нужно. В естественных условиях они растут в довольно-таки грубом субстрате. Они в садовых центрах продаются, в таком кокосовом волокне, которое стимулирует корневую систему. И такие включения у вас также помогут поддерживать состояние вашего замякулькаса на хорошем уровне. Далее, у меня уход за замякулькасами такой же самый. Эту процедуру я буду повторять при следующем поливе. Грунт хоть подсох, но он еще недостаточно сухой для полива. Поэтому учитывайте, друзья, данные методы, реанимируйте ваши замякулькасы правильно, ставьте лайки, делитесь данным видео. И всего вам самого хорошего и лучшего, друзья. Всем пока, до новых скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok